В нынешней непростой ситуации, в канун Великого Праздника, Дня Победы, в обществе особенно вырос запрос на сплочение и всенародную поддержку тех, кто не жалея себя, всегда вставал на защиту своего отечества. В эти дни россияне всегда вспоминают о героях былых времен, отдают дань памяти их подвигу, а сегодня активно выражают поддержку тем, кто защищает русский мир на Донбассе, ставя надежный барьер возродившемуся нацизму. О том, как подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, идет в Калязинском районе в нашем следующем материале. В преддверии памятной даты в Калязинском районе проводятся субботники, выставки и уроки мужества. Стартовала акция «Георгиевская лента». Подготовлены именные открытки от главы района всем ветеранам, труженикам тыла, детям войны. Их доставят до адресатов школьники и студенты. Калязинский район традиционно готовится к празднованию Дня Победы. Это важный праздник, который мы должны помнить. Для нашего маленького города в празднование Дня Победы принимает участие до 5000 человек, участников, и очень насыщенная программа. Одним из самых массовых творческих мероприятий в районе является фестиваль-конкурс художественной самодеятельности «Салют Победы», который проходит уже 12 лет. Его организатором стала администрация Калязинского района. Участники фестиваля каждый год тщательно готовятся к конкурсу, подбирают репертуар, репетируют, готовят декорации и костюмы, мастерят поделки. В этом году в смотре конкурса участвовало около 200 человек в различных номинациях, представляющих как Калязин, так и сельские поселения района. Возраст участников – от воспитанников детского сада до почетных ветеранов. Я помню, как когда-то с фронта солдат вернулся, стараясь свои раны позабыть, решил он старый дом восстановить. Он взял топор и взрубил, поставил крышу, окна ставил, рамы застеклил, полы и потолки заслать не позабыл. Смотр проходил на четырех площадках районного Дома культуры. На основной сцене выступили вокалисты, были представлены хореографические номера, литературно-музыкальные композиции. В этом году, как отметили организаторы и члены жюри, все номера звучали по-особому. Отобранные номера из числа победителей и призеров украсят праздничные концерты днем и вечером в День Победы 9 мая.